Итак, друзья, я всех приветствую. Сегодня мы обсудим такую тему, как навигация в приложении Flutter. Ну и, конечно, посмотрим пример, который я подготовил. Я сейчас код буду разбирать, но вот что я хотел вам сразу сказать. Что навигация в приложениях Flutter очень-очень похожа, как на мобильные сайты. То есть здесь то же самое. Есть вот экран, мы переходим на следующий экран, можем перейти на следующий, может вернуться, можем вообще перекидываться, вот, например, сразу с этой, сразу на главную. И, собственно, это такая же структура, как и на обычных сайтах. Если бы мы там были на главной странице сайта, нажали там, например, залогиниться, то есть войти в личный кабинет, то это то же самое, перекидывать на отдельную страницу. Но за исключением понятий, что в приложениях Flutter страница называется экран. Это просто то же самое, что страница. Мы можем называть это как страница главная, страница настроек, можем назвать экран настроек и главный экран. Ну и давайте разбирать, как это все работает. Ну, в первую очередь вспоминаем, что точка входа в приложение Main вызывает сранап, наш любимый материал App, который является одним для одного приложения. Это нужно запомнить и буду повторять, пока вы не запомните. Вот, убираем красную полоску debug отсюда, она нам не нужна. И обратите внимание, что у нас уже параметра home нету, потому что его сменил вот такой тоже достаточно логичный аналог. Вот я прописал вот подобный код. Что же он значит? Initial route, это значит, когда мы запустили приложение, запусти вот конкретную страницу. Вот, то есть поэтому home уже можем не прописывать. Но конкретно страница настраивается как раз-таки здесь. Routes, это маршруты. Мы сразу даем нашему приложению понимание, что вот смотри, у нас только в приложении три страницы. И мы будем в переходах между ними оперировать только вот этими тремя страницами, чтобы наше приложение понимало. Уже могло что-то наперед подгрузить, если нужно. Вот, и мы тут, в принципе, этим всем управляли. И вот, смотрите, первый параметр, это мы даем такой идентификатор нашей страницы. И по умолчанию, в принципе, как и на веб-сайтах, тех, кто знаком с веб-разработкой, там тоже есть такое понятие, как слэш. Слэш, это всегда значит корневая папка, корневая страница сайта, например, то есть главная страница сайта. Поэтому главная страница на приложениях, ну, на Flutter, тоже помечается как слэш. И вот поэтому вот этот идентификатор был передан сюда, просто, в Initial Road. Теперь наше приложение просто знает, что когда запускается приложение, запускай вот экран Main. А это просто один виджет. Тоже мы сейчас его отдельно рассмотрим. Дальше идет Settings, тоже идентификатор. На самом деле можно-то назвать его как угодно, да, дописать. Но зачем, если можно просто логично написать точно так же, как называется вот этот виджет класс, точно так же, как называется вот этот файл. Ну и то же самое мы сделали с Settings Sound. Это еще более глубокая страница, которая, ну, произрастает, произрастает логически из нашей страницы Settings. Вот. Также мы передаем контексты в каждую, в каждый виджет. Вот. Но о контексте мы поговорим попозже. И вот еще обратите внимание, что я вот создал эти страницы, так как отдельные. То есть я создал файлы с расширением Dart и назвал их очень даже логично. Settings Sound и Settings. Вот. Все так же. Ну, в принципе, здесь больше ничего сложного нет. Я закрою для того, чтобы нам этот Main не мешал. И обратите внимание, я также подключил наши две страницы сюда, в Main.Dart. То есть я импортировал вот этот файл и вот этот файл, для того, чтобы мы, ну, и наше приложение видело вот эти вот виджеты, то есть экраны в данном случае. Ну, и вот главный экран, из чего он состоит? Это самый обычный стейкласс виджет. Мы же понимаем, что наше файл приложение, оно прям соткано из всех виджетов. И в данном случае я создал самый банальный виджет, назвал его Main. И здесь все по старинке. На один экран идет scaffold, вспоминаем. Это такой каркас-скелет нашей страницы одной. Вот. Дальше сейфария, центрируем. Дальше колумн, который размещает элементы друг по другу, то есть сверху вниз. Первый текст, вторая кнопка. Вот. И выровнял по центру вот эти наши элементы. Ну, и вот смотрим. Вот обычный текст MainPage и TextButton с параметром иконки. То есть текст с иконкой, и чтобы это все было кнопкой. Я задал стиль, чтобы мы видели хорошо эту кнопку. Вот она, черная. То есть BackgroundColor, это значит задний фон, цвет заднего фона, Black. Вот. И цвет текста и иконки внутри. Белый. Вот. Также вот настраивается иконка, я думаю, уже все понимают. И лейбл тоже в виде текста. Вот. Что же происходит по нажатию? Конечно, вот параметр OnPreset принимает в себе самую обычную функцию. Вот. И в Flutter есть такой класс, как Навигатор. Навигатор, в нем самое основное, что нужно понимать, давайте я даже покажу. Это методы, точнее, ну, и функции, аналогом этого слова будет. Функции, да, это есть Pop и Push. Pop значит вернуться, а Push значит куда-то уйти. Вот смотрите, Push Named. Мы говорим, что по идентификатору Settings перейди просто на эту страницу. Вот. Вспоминаем, что Settings мы регистрировали здесь в Material Dart. Вот он. То есть теперь по нажатию на нашу кнопку мы перейдем на страницу настроек. Вот вы видели, мы перешли вот на страницу настроек. Ну и давайте смотреть, что же на этой странице есть. Тут мы подключили Settings Sounds для того, чтобы наш тоже виджет видел, куда переходить на следующую страницу. Это тоже обычный Stateless Widget, который возвращает Scaffold. Вспоминаем, что Scaffold это скелет на одну страницу всего лишь. Background я сделал, то есть задний фон нашей страницы для того, чтобы мы глазами понимали, где мы находимся. Дальше Save Area, то есть сохраненная зона. Вспоминаем. Центрируем все. Ну все то же самое, как на прежней странице. Вся та же верстка FrontEnd. Вот текст. И тут уже две кнопки. И вот первая кнопка по нажатию она говорит вернуться просто на один шаг назад. Навигатор, Pop. И вот именно здесь мы понимаем, что здесь не нужно вводить никаких идентификаторов, потому что где бы мы ни находились, нажимая на эту кнопку, мы вернемся просто назад. Вот. И следующая кнопка нам говорит, уже тут немножечко по-другому мы написали переход. Вот навигатор принимает в себе метод Push, который передает контекст и передает еще один класс, который делает ну build, через build передает контекст, но в принципе на контекст пока не обращайте внимания, который возвращает уже тот класс, ну тот виджет, тот экран, на который нам нужно перейти. Ну собственно таким образом, можно таким образом описывать переходы, можно таким. То есть в принципе здесь разницы почти нет никакой, ну кроме того, что здесь передается контекст, ну и здесь передается, но здесь еще builder выстраивается. Вот тут мы можем какие-то параметры еще дописать, что-то возможно передать в следующий экран. давайте попробуем перейти еще на один экран. Вот мы уже на третий уровень страниц перешли и здесь то же самое, можно вернуться назад, давайте я тоже перейду, здесь я подключил главную страницу и все в принципе то же самое стоит last widget, все-все то же самое, только цвет заднего фона другой и две кнопки то же самое, одна возвращается на шаг назад, а другая нас сразу перекидывает вот по нажатию вот это вернуться на главную то есть она вот я просто прописываю main и она нас вернет вот и в принципе здесь можно прописывать любое количество внутренних страниц пользоваться переходами как таким методом так и отдельно таким вот это в зависимости от функционала который вам в будущем нужен будет но вот в принципе самые базовые маршруты самые базовые маршруты мы уже выстроили и стоит еще знаете что понимать то что Flutter сохраняет состояние страницы когда мы переходим например вот я перехожу из главной на страницу настроек в памяти еще сохраняется вот состояние этого виджета вот ну то есть если бы мы сохраняли какую-то информацию просто в стете просто в состоянии ну не где-то в базе данных просто то она бы сохранялась но переходя еще на один шаг сейчас главная страница уже стерлась из памяти то есть все ее состояние тоже удалилось вот это тоже нужно понимать но это мы тоже в будущем пройдем вот ну и в принципе все ребята подписывайтесь на телеграм канал сейчас он стал у нас более активен мы друг другу помогаем вот пишите комментарии пишите вопросы подписывайтесь на канал и буду рад отвечать на любые вопросы подписывайтесь на канал